Хей, хей, хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и хочу сказать, давненько мы уже с вами не донатили в Plants vs Zombies 2. Сегодня мы с вами как раз таки этим займемся, купим новое новогоднее растение, посмотрим как оно играется. Ну, собственно, я бы не сказал, что оно прям новое, но для меня оно новое, такого у меня пока еще не было. Собственно, да, как видите, здесь я этого сделать не смогу с этого устройства, с компа, но у меня есть вариант, как это сделать, поэтому сегодня, собственно говоря, мы с вами, наверное, купим, не знаю, кого-нибудь из них, и вернусь я через секунду, благодаря магии монтажа, уже с этим растением, друзья. Ставь лайк, подписывайся на канал, и погнали! И есть контакт, друзья, перезашел, сейчас оно у нас... О, смотри, кстати, альманах обновили, да ух ты, ё-моё, прикольно, прикольно, слушайте, мне прям нравится, а чё, прикольно обновили, классно, классно. Так, смотри, у нас здесь сразу отбеточка есть, да, так, это у меня заблочено, нам надо его будет еще купить, чтобы его прокачать в первую очередь. Но, так, где оно, почему-то плохо подсвечивается, я сейчас, честно признаться, не вижу, где мое растение, которое я только что купил. О, кстати говоря, у нас бэнксетта прокачана, да, надо будет ее тоже качнуть. Айсблюм прокачан тоже, тоже надо будет качнуть, я думаю, что мы сегодня на как раз-таки замораживающих растениях поиграем. Блин, смотри, чилипеппер появился, и еще какой-то банчи, надо будет тоже их всех купить, когда будет такая возможность. Если вы это хотите, друзья, не забывайте клацать на лайк, естественно, как же без этого. Так, где мое растение, ё-моё жики, так, не могу найти, блин, я его точно купил, но я его даже не вижу сейчас в... Ага, вот оно, нашел, друзья, нашел, давайте сразу его качнем немножко, больше дэмэджа будет давать, больше жирноты у него теперь есть. Ну и, я думаю, что в скором времени мы с вами сможем его качнуть на еще один разочек, почему бы и нет. Так, давайте сразу зайдем сюда, получим как раз деньжата немножко, 8 тысяч, и как раз-таки с помощью этого сможем его прокачать. Так, я так понимаю, что нажимая на эту кнопку, я приношусь к растениям, которые я могу прокачать на данный момент. Собственно, походу, так оно и есть. Отлично, 3500 жирноты, шикарно. Слушай, я еще раз могу... Давай, а что, почему бы нет больше жирноты, быстрее речардж, прекрасно, 4 уровня. Холибарьер называется это растение. Ну а тестить это растение, друзья, мы будем в том месте, где тестить лучше всего, в экстра-сложных уровнях. Давайте посмотрим, пойдет ли это растение на реально экстра-сложном уровне, то есть уровне, который требует особой подготовки. И у нас здесь есть особые цели, потратить не больше 2000 солнышек и не иметь более 15 растений. Хм. В принципе, у меня сразу есть вариант, как мы можем обойти проблему с солнышками. То есть мне не хочется тратить 75 солнышек чисто на то, чтобы иметь эти солнышки, как бы это ни звучало. Поэтому мы с вами возьмем голдблю, мы возьмем имитатор. Таким образом, мы с вами вообще не будем тратиться на солнышки, будем только их получать. Думаю, что мы с этого будем иметь нормальное количество. Можно было бы, в принципе, взять еще пауэрлили. Пауэрлили стоит как примерно 2 солнышка, но она нам дает буст на еще одно. Хотя, в принципе, я даже не знаю, есть ли в этом смысл. Давайте возьмем как запасное. Я думаю, что мы и без этого справимся, но как запасное возьмем. Что мы используем как демодж? То есть очевидно, очевидно, друзья, холли барьер мы с вами берем для защиты. Без этого никуда. Слушайте, ну и раз мы будем играть в ближнем бою, я предлагаю взять либо покру, либо васаби уип. Думаю, что и то, и другое для ближнего... А, можно взять еще и бонгчойчик. Слушайте, что-то я про бонгчойчик-то наш дорогой забыл. Давайте возьмем все это, наверное. Почему бы и нет? Хотя, в общем-то, мне бы и мяту хотелось бы взять. Честно говоря, мне кажется, она бы здесь неплохо зашла. Есть ли у меня оградительная мята? Вот она. Замечательно. Это мы... Охо-хо-хо. Ребята, что я сейчас делаю? Какую грязюку я сейчас делаю? Вы просто сами не поверите. Какие-то мы будем гадать. Так, отлично. Отлично. Сразу же получили довольно много солнышек. Это меня уже сразу же радует. Давайте в первую очередь ставить бонгчойчики. Они довольно быстро будут бафаться. Поэтому все будет... Ага, у нас тут, смотри, еще какая подстава получится, да? Слушай, вот это мне, честно признаться, я бы не сказал, что сильно нравится. Так, погоди, что-то я не то сделал. Сюда. Окей, оттолкнули. Пока ждем. Так, погоди. Погоди, погоди. Сюда поставим. Оттолкнем сейчас. Шикарно. Ставим еще. Я пока медленно все делаю, друзья, потому что я еще не привык к этому растению. Сами понимаете, оно для меня новенькое, можно сказать. Проблема в том, что он сейчас не получает дэмэдж. Да, это большая проблема. Это большая проблема, соглашусь. Мне нужно ставить как-то его вот сюда, что ли. И вот здесь я, наверное, уже опоздаю, да? Нет. Не опоздал, хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, что я могу сказать? На самом деле, жестко. Я, честно говоря, не ожидал, что первое же, так сказать, растение будет подвержено атаке Гарганцуа. Блин, у меня реально проблемы здесь, по-моему, возникают. Сейчас по чуть-чуть, так сказать. По чуть-чуть, по чуть-чуть возникают проблемы. Хорошо, что, в общем-то, это тоже дамажит само по себе. О, лично минус этот. Блин, я не успел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не успел сделать это вовремя. Из-за этого, видите, мы немножко сейчас пострадали. Ладно, ничего страшного. Попробуем быстренько загасить его. Успеем? Не успели. Ничего страшного. Этот тоже должен сейчас задефать сам себя. К счастью, он себя продолжает дефать. Блин, ребята, растение топовое. Не могу сказать, что оно прям имба-имбой. Но оно реально очень not bad. Мне оно реально пока что очень даже нравится. Проблема небольшая в том, что мы с вами потратили, конечно, не слабое, я бы сказал. Сейчас попробуем, может быть, бафнуть. Сейчас попробуем. У меня больше не могу выстрелить. Блин, вот это обидно немножко. Блин, я даже не знаю, как сейчас лучше сделать. Давайте пока под... Ну, блин, ладно, бафнем, пофиг. Давайте бафнем, не могу я ждать. Все, Найс, забабались. Шикарно, шикарно. Ультанул он, правда, довольно-таки как-то тупо. В одну точку три раза. Но ничего страшного. Одно растение у нас с вами осталось. Прозабаться. Я думаю, нормально, друзья. У нас с вами 500 солнышек осталось еще вдобавок. И еще есть... О, они еще и все восстановили. Все, Найс, Найс. Не, это все хорошо теперь, друзья. Все замечательно. Я думаю, что теперь победа за нами. Мы с вами восстановили. Оказывается, мята еще и восстанавливает все холи-барьеры. Блин, это реально имба. Это очень жестко. С мятой играть на этом растении, это просто ужас какой-то, мне кажется, может произойти. Не, нормально, нормально. Слушай, мне понравилось. То есть, пока что вот я редко хвалю растения новые. Часто мне они не нравятся. Но вот это растение мне определенно зашло. Смотри, он еще и сам дамажит. Не, холи-барьер прям меня радует. А что он так подготовился? А, типа, я могу нажать сейчас? Подожди пока. Отставить. Отставить нажатие. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас будет большая волна. Все, от этого еще, конечно же, будет зависеть. Но, в принципе, как мне кажется, вроде бы все более-менее норм. Так, есть гаргантюа. Я думаю, что мы будем ультовать. Так что я, в общем-то, готов к этому. Посмотрим сейчас. Так, пошли, 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 пошли. Ультуем раз. Ультуем два. Надеюсь, этого должно хватать. Да, замечательно, этого хватает. Найс, ребят. Не, ну согласитесь, красиво отыграли. Отыграли, на мой взгляд, реально красиво. И мята пришлась прям максимально в тему, потому что она нам, по сути, бафнула все эти растения. Можно было даже меньше их поставить, одно там выкопать. И вообще было бы тогда еще проще. Не, красиво, красиво. Мне прям очень понравилось. Это было четко. Это было прям четко. Давайте сыграем еще. Так, убей 20 зомби за 8 секунд. Выживи с... Ага, с выданными растениями, друзья. Не, это не совсем то, что я хотел. Может быть, здесь будет холи-барьер каким-то чудом нам выдан. Понятно. Проблема в том, что я знаю вот этот уровень. Мне он очень сильно не нравится. Убить 8 зомби. По-моему, здесь будут то ли бочки, то ли что-то такое. Ну, в общем, не особо я люблю этот уровень с убийством сразу восьмерых. Но посмотрим, как пойдет. Может быть, конечно, что-то из этого и получится. Но пока что точно не уверен. Так, солнышко. Хорошо. Не знаю. Давайте пока сюда поставим. Не очень люблю его, как я уже сказал. Не очень, мягко говоря. Так, хорошо. Сюда взрываем. В принципе, я даже не знаю, как оно касается, друзья, холи-барьера. Поэтому давайте я, наверное, выключу запись и придумаю. Либо мы с вами на следующем растении продум... А, здесь, да, здесь нет. Короче, я найду сейчас, где показать вам еще холи-барьер. Эх, но не получилось затестить полноценно там. Ну, только на одном уровне затестили, можно сказать. Ну, тогда затестим на арене, друзья. Почему бы и нет? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Как раз-таки у нас тут с вами будет борьба за 50 прокачек этого самого растения. Так что я думаю, что очень даже в тему будет его поспух. Ты, ты смотри, какие... Ого-го-го! Плюс у нас здесь с вами есть сразу заультован... Слушай, это интересно будет, это будет интересно. Так, давай тогда, раз у нас здесь с вами ульта прилетает, сразу же возьмем явно грибочек, чтобы побольше солнышек получить. Давайте возьмем холи-барьер. Почему бы и нет? Опять же, тестим его. Давайте возьмем... Что взять вот для хорошего дэмэджа? Смотри, у нас здесь с вами не будут нормально работать горошки, поэтому их брать абсолютно смысла нет. Давайте возьмем что-нибудь другое, что хорошо дамажит. Плюс желательно, что дамажит хорошо, будучи забафанным. Это было бы самое идеальное. В принципе, можно взять тайгера. Почему бы и нет? Мне кажется, это нормальная тема. Тайгер хорошо зайдет. Что еще можно взять? Да, в принципе-то... А, ну слушай, можно взять, кстати говоря, магию. И задефать магию нашим товарищам. Это, кстати, мне тоже нравится эта идея. Возможно, я даже поиграл бы чисто на метлах, как вариант. И еще возьмем имитатора, чтобы метлы чаще ставить. Вот так попробуем отыграть. Посмотрим, как пойдет. Метлы, в принципе, это вариант хороший. Я думаю, что может зайти. Давайте сразу возьмем вот так. Да, я думаю, что вот так нормально. Поехали. Пока что я думаю, что это пойдет. А там дальше уже посмотрим. Сразу берем солнышко для того, чтобы получить дополнительные денежки. И сейчас мы с вами начнем наше наступление. Освобождаем себе немного дорогу. Хорошо. И сейчас будем уже с вами ставить метлы. Метла раз, пошла. Красиво. Так. Погоди. Ага. Ну, давай сразу сюда выстрелим. Сюда ставим так. Сюда ставим так. Метлы потихоньку начинают работать, друзья. По чуть-чуть, так сказать. По чуть-чуть. Но начинают. Солнышек у нас с вами супер дофига. Так что здесь вообще не переживаем. Берем. Давайте, метлышки мои хорошие. Работайте, работайте. Плюс тигрик немножечко поддефывает тоже. Молодец, красава. Запускаем уху. Отлично. Тигрик продолжает работать шикарно. Метла пошла, ультуем сюда. Метла пошла, ультуем сюда. У нас с вами очень нетипичная сборка, друзья. То есть вы сами видите, здесь все довольно-таки нетипично. Но тем интереснее, на мой взгляд, играть на вот чем-то подобном. Когда ты играешь на чем-то, что, ну, реально, мягко говоря, не самая стандартная вещь. Но так оно, мне кажется, действительно даже интереснее. Поэтому почему бы, собственно говоря, и нет. Такс. Давайте что-ли больше метл поставим, наверное. У меня тоже и нет. Дополнительный дефчик нам не помешает. И я думаю, что можно уже потихоньку ускоряться. Слушай, растения мне нравятся. Несмотря на то, что здесь метлу мы как бы больше используем, да? Но вот само растение, вот это, оно реально хорошее. Оно и дамажит. Оно и с ульты офигенно взаимодействует. То есть смотри, сразу же падает несколько бронированных. Которые еще при этом и дамажат. Плюс еще отталкивание, что тоже очень важно. Короче, не знаю. Я думаю, что это растение вполне может стать растением моим любимым дефаующим. То есть, да, есть орехи, есть вот это все. Но смотри, оно по сути само дефает, само по себе. Плюс оно еще выпускает вот эти отростки, так сказать, которые тоже дамажат. Которые еще и броню, как бы и дамаж выдерживают, и при этом еще и дамажат. Ну, в общем, с ними как бы в совокупности мне прям хочется не нравиться, потому что я вижу. Это растение, на котором реально интересно и приятный газ. Да, вот именно такие, может быть, бои. Я не знаю. Может быть, стоило бы по-другому, как подготовиться. Здесь есть довольно много мелочи. Поэтому, я не знаю. Мне кажется, сама просто швабра не особо подходит под это. Но можно попробовать, например, на чем-нибудь более... Блин, хочется что-нибудь дальнобойное все-таки ставить для того, чтобы... Ну, как бы мы могли ставить вот эти холи-барьеры. Я не знаю даже, как его правильно назвать. Напишите в комментах, что это за растение, как оно на русском называется. Но при этом, чтобы издалека кто-то мог гасить по чуть-чуть. Просто видите, мы здесь без горошка остались, поэтому, собственно, да. Кстати говоря, да, вот мы 30 с вами получим прокачки холи-барьера. Давайте по этому еще бой сыграем. Так, на чем мы можем еще с вами сыграть дальнобойным? Что бы нам с вами здесь зашло? В принципе, можно поставить яблочную мортиру. Она нам с вами поможет в том смысле, что... Слушай, вам вообще идея неплоха. Она подстанивает. С другой стороны, мы можем сепфлинг вот этот. То, что у нас уже здесь предустановлено использовать. Ну, я думаю, что тайгера мы можем оставить. Он, в принципе, забафанный. Тоже будет хорошо дэмэдж выносить. Что еще? Мортиру я не особо хочу. Блин, что издалека вот хорошо бы гасило? В принципе, можно Электрик Блюбери брать. Тоже вариант. Ну, не знаю. Не знаю, друзья. В принципе, наверное, давайте тогда остановимся на Электрик Блюбери. Как вариант, в принципе, почему бы и нет. Да, думаю, что пойдет. Думаю, что пойдет. А дальше там уже посмотрим. Это можно просто про запасы. Короче, основная проблема в том, что... Да, здесь, к сожалению, не работают нормально наши с вами... Так, как я хочу поставить? Давайте сейчас подумаем пока что. Не работают, к сожалению, наши с вами горошки. Это основная проблема, пожалуй. Потому что, если бы они были, это вообще была бы отличная комбинация, отличная комбинация, которая меня очень радовала бы. Но и так, в общем-то, тоже, в общем-то, ничего. Так, сразу же давайте немножечко вот так вот нагрязнючим здесь, для того, чтобы лучше все работало. Думаю, что куда-нибудь сюда я буду потихонечку уже ставить наши с вами тигриков. Сюда ставим еще блюбери. Все, по солнышку, хорошо. Больше тигриков нужно, блин, ну, видите, давайте я просто почищу немножко. Вот так вот. Хотя бы так. Ладно, пока я его оставил, но, по сути, я... Блин, да что ж такое-то? Не то нажимаю. Блин, вообще неудобно. Давай попробуем, может, почистим таким образом. Давай, падай, куда нужно. Вот сюда. Вот сюда мне нужно подчистить немножко. Давай-давай. Здесь тоже попробуем почистить. Мне просто надгробия эти надо убрать, они очень сильно мешают. Сейчас не начинаются. Так, найс. Давай сразу сюда еще щит. Пока что ставим просто вот так, как есть, потому что для меня здесь сейчас главное не правильно выстроиться. Сейчас мне главное почистить от надгробия. Так. Слушай, ну нормально. Вообще нормально. Все почистили вроде бы как. Так, теперь ставим тигрика. Тигрики пошли. И будем их потихонечку дефать. Раз. Хорош. Тигрик куда-нибудь сюда. Дефаем сюда. Дефаем сюда. Дефаем сюда. Найс. Не, ну слушаем. Блин, офигенно. Просто офигенно. Отсюда выкупаем. Сейчас еще одного тигрика поставим. Ну и все, в принципе, результат мне уже очень даже нравится. Так, давай еще тигрики сюда идут. Дефаем сюда. Все. Дело сделано. Дело сделано. Теперь можно еще парочку вот этих поставить, для того, чтобы просто замедление было, чтобы тигрики было проще работать. Ну и мы вроде бы как в шоколаде получаемся. Разве нет? Давайте я вот это выкупаю. Поставлю сюда еще в мангуре. Найс. Сюда ставим еще. Ага, смотри, курица пробралась. Блин, вот поэтому, вот поэтому нужен лук более хороший деф. Мы с вами с дефами на руках обломались. Можно более активно их ставить. Видите, я не ставил. Из-за этого немножко так потеряли в темпе. Как мы не будем затрепаться? Вот так попробуем. В принципе, я все равно думаю, что это очень хорошее растение. Да, оно очень ситуативно. То есть здесь оно все-таки, наверное, не идеально подходит, я бы так сказал. Но оно все равно прекрасно работает там, где оно должно работать прекрасно. Это все-таки, опять же, могу сказать, не самое лучшее для него ручей для его работы. Так, окей. Сюда куда-нибудь поставим тоже нормально. Мы выигрываем. Я даже не на результат здесь играю, ребята. Мы очевидно здесь выигрываем, потому что у нас растение очень мощное. Но я просто хочу вам показать это растение. Показать, что оно сильно. Смотри, оно вообще прекрасно. Я не знаю, ульта, конечно, меня прям не может не радовать. Она прям действительно офигенская. Но, как бы, наверное, все-таки под горохострелом она бы работала еще лучше. Поэтому, ну, всему свое время. Я думаю, что через время будет возможность затестить его из горохострела. Еще 30 семян мы получаем. Ну, мы приближаемся к четвертому, к пятому уровню, точнее, друзья. Я думаю, что на пятом уровне будет все еще более круто. Ну, что ж. На сегодня, пожалуй, что все. Ставьте свой лайк. Пишите комментарии насчет этого растения. Что думаете насчет него? Будете ли вы на нем играть? Хотите ли вы на нем играть? Ну, а я вернусь к вам уже в следующем видео. Также не забывайте писать, хотите ли вы, чтобы я купил еще одно растение. Которое, собственно говоря, вот здесь находится. Где оно? Не вижу. Здесь его не вижу. Ну, собственно говоря, вы понимаете, в каком я растение. О том, которое миселто. Вот оно. Вот это растение. Его тоже можно купить. Поэтому пишите. Все узнаю. Все послушаю. Вот, можно здесь, кстати, купить еще костюмчик прикольный. Почему бы и нет новогодний. Ну, а на сегодня все. До скорой встречи, дорогие друзья. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.